Счетная палата Буквально в июле и во второй половине года Три, наверное, такие социально-чувствительные темы Это тема доступности услуг в социальной сфере Образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание И оценка ситуации, что, собственно, произошло за 2015 год Куда мы движемся, ситуация улучшается или ситуация ухудшается Второе, это дороги И третье, это жилищно-коммунальное хозяйство Все, как вы понимаете, эти три сферы Даже не три, а больше Они затрагивают население И мы включили такой новый ресурс Мы разместили опрос населения По всем этим темам мы разместили в интернете опрос населения И фактически будем сверять данные наших инспекторских проверок С теми результатами опроса, которые мы получим по вот этим вот результатам Это первый такой опыт Но мы видим достаточно живой отклик людей Потому что, в общем, поняли, что, скорее всего, мы выбрали правильные темы Для того, чтобы оценить ситуацию с нашим таким бытом жизни Когда будут подведены итоги этих проверок? К концу года? Нет, подведение итогов по доступности услуг в социальной сфере будет в июле А подведение итогов по дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству будет осенью Вот какие социальные риски возникают при сокращении бюджета? И о чем предупреждают в связи с этим счетная палата? Вот как их упреждать? Знаете, это очень сложный вопрос Мы удовлетворены решением относительно того, что не пришлось в начале 2016 года сокращать бюджет Потому что это очень чувствительная ситуация И каждый раз мы выбираем приоритеты, а что сокращать Пока ограничились неким ужесточением финансовой политики, но не сокращением расходов Понятно, что пенсии проиндексировали в меньшем объеме Отложили это на результаты исполнения бюджета первого полугодия Для того, чтобы оценить возможности И вот сейчас вы слышите дискуссию по поводу того, а что, куда двигаться Но мне кажется, есть две принципиальных вещи Социальная сфера, бюджетная сфера Это сфера, которая, по сути, получает свои расходы на содержание из бюджета Получать это на стороне, это значит увеличивать объемы платных услуг населению И здесь всегда нужно аккуратно очень взвешивать, по какому пути мы идем Мы пока этот путь не выбрали И пока, на мой взгляд, это осуществляется весьма хаотично Есть ли у нас ресурсы для того, чтобы выстроить справедливую социальную политику? Есть ли они в бюджете? Они в бюджете на сегодняшний день есть Но я бы очень аккуратно относилась к любому сокращению расходов Я подчеркиваю, в данном случае я не имею в виду неэффективные траты К сокращению расходов, которые ведут к такому глобальному снижению доходов населения Вот здесь вот нужно к этому относиться весьма аккуратно И, кстати говоря, очень сложно сейчас предположить Поправки правительство отложило на ноябрь 2016 года Я не знаю, какие расходы можно осуществить в 2016 году в конце, чтобы они были эффективными Остаются одни, на самом деле, только социальные Но какое решение будет принято, сейчас сказать сложно И вот как оцениваете эффективность проверок своего ведомства, счетной палаты? Есть ли потребность сейчас в их увеличении или, наоборот, снижения? Но я спрашиваю, это потому, что выросла ли активность и быстрое реагирование на устранение ваших предписаний со стороны органов, которые вы проверяете? Ну, я должна сказать, что внесение изменений в закон в прошлом году, которое было связано с тем, что только один раз можно продлить сроки исполнения представления А потом счетная палата выписывает предписание за неисполнение Если оно тоже не исполняется, то тогда следует административный штраф через суд и все равно исполнение предписания И вот здесь вот очень четко действует закон по поводу того, что репутационные риски в данном случае важнее, чем все остальное И мы сейчас стали наблюдать ситуацию, когда резко увеличилась активность объектов проверки и федеральных органов власти по поводу принятия необходимых решений Что же касается узости, широты, количества, я не так к этому отношусь, я отношусь к этому по-другому Проблема не в количестве Самое главное, правильно выбрать сферу, посмотреть это в целом по стране, а не по конкретным двум учреждениям На примере двух учреждений невозможно сказать Нужно выбрать правильную проблему и правильно оценить те болевые точки, которые не дают возможности нам двигаться вперед И вот я не случайно вам назвала те направления, над которыми мы сейчас работаем Потому что с одной стороны это возможные нарушения, а с другой стороны это поиск тех будущих решений Которые в том числе в этих сферах должны привести к улучшению ситуации Которая в конечном итоге должна повлиять на улучшение общей ситуации в стране А значит и к тому самому экономическому росту, ростки которого мы пытаемся найти на различных дискуссиях Продолжение следует... Продолжение следует...